2021 год неожиданного перерождения мухоморов. Грибы, которые чаще фигурировали в сказках, выходят в реальность. О них вспомнили и устроили настоящую охоту. Большинство людей считает мухомор смертельно опасным видом грибов. И если используют его, то в качестве ингредиента для настоек для наружного применения. Однако сейчас популярность мухоморов растет. Их используют как для получения психоделического опыта, так и как природный антидепрессант и ноотроп. Звучит как что-то мистическое. Такую практику использовали в религиях, где шаман был проводником между людьми и богом. Употребляя мухоморы, глава культа входил в транс и общался с верховными существами. Другая историческая причина – тонизирующий эффект малых доз, что помогало в долгих переходах. В скандинавской культуре мухоморы ели перед боем, чтобы прийти в состояние берсеркера – воина без страха. Мухоморов изначально и ботиновая кислота, она наиболее такая токсичная. Токсичная именно она вызывает нарушение сознания, вызывая эйфорию. То есть больной находится в состоянии, будем говорить, опьянения. То наркотическое опьянение, он ведет себя дурашливо, старается навязаться в разговор какой-то. Это происходит в течение первых полутора часов. После этого клиника, как правило, продолжается еще 2-3 часа. Сегодня их употребляют и школьники, и пожилые люди. Добыть мухоморы стало проще. Предложения есть на сайтах крупных интернет-магазинах, в сообществах, в социальных сетях и на отдельных ресурсах, специализирующихся в основном на этом виде грибов. Легальность, невысокая цена и желание ощутить эффект на себе толкает многих людей на размещение интернет-заказа или самостоятельный поход в лес. Вообще, это гриб, будем говорить, космополит. Он встречается везде, по всему земному шару, ареал у него огромный. Значит, ну, на нашей территории, в России, он связан с лесами березовыми, хвойными. То есть, практически с лесами, с любыми, встречается везде. Ну, вот, довольно часто он встречается вместе с боровиком. Но, несмотря на доступность, мухоморы необходимо еще и правильно приготовить, иначе экспериментатор ждет отравление. Мы не будем описывать рецептуру, чтобы не провоцировать потенциальных грибников, но малейшая ошибка может стать причиной посещения токсикологии. Так, например, один из пациентов на спорт съел несколько шляпок мухомора. Появилась слабость, недомогание этого окружения, тошнота. Состояние на момент поступления оценивалось как средней степени тяжести. Жалобы сохранялись прежние. Плюс появилось нарушение зрения, нарушение фотофиксации, мелькание предметов перед глазами. Пациент провел в больнице три дня. Для того, чтобы нормализовать его состояние, врачам пришлось провести принудительное промывание желудка. Общей статистики, сколько человек могли отравиться мухоморами, нет. В местных лабораториях не могут определить действующее вещество. Но, несмотря на возможную опасность употребления, интерес к мухоморам только растет. Нам удалось пообщаться с несколькими потребителями грибов. Этот молодой человек пожелал остаться неизвестным. Назовем его Вадим. Говорит, сперва узнал о тематике от друзей, а потом решился на так называемый трип. Я чувствовал неограниченный резерв силы. Как такового опьянения не было. Абсолютно ясная голова. Ясные мысли. Никакого шатания. Каких-то мутников. Ничего такого не было. Все зависит от личных каких-то... Ну, от организма. Что за организм, как это все переносит, все эти вещества. Да, есть люди, которые прям проваливаются достаточно глубоко, испытывают ощущение смерти. После пережитого ощущения смерти, говорит Вадим, экспериментаторы, как правило, уже не возвращаются к мухоморам. Слишком велика боязнь. Однако есть и другой способ употребления, который не вызывает значительного изменения сознания – микродозинг. Это прием внутрь малых порций на постоянной основе. Именно в таком случае грибы преподносят как природный антидепрессант иноотроп – вещество, стимулирующее организм. Мухомор просто показывает на ваше здоровье, ваши болячки, ваше все это такое. И то есть те люди, которые хотят получить от него кайфа и переедают его. И ничего хорошего, кроме большой тошноты и, извиняюсь, диареи, вы не получите от этого гриба. Он только, его нужно принимать в правильных дозировках. И только тогда от него можно, какая-то польза может быть. Открыв для себя микродозинг, 4 года назад, говорит Александр, он практически перестал болеть. В случаях редкой простуды выздоравливает без посещения врачей. Но психиатры и наркологи не согласны с грибниками. По их мнению, даже с минимальной дозировкой мухоморы могут привести к зависимости и необратимому поражению клеток мозга, вплоть до психиатрического диагноза. Как и любая другая зависимость, это, к сожалению, как правило, патологический замкнутый круг, который обрекает на для кого-то многолетнее, для кого-то краткосрочное. Почему краткосрочное? Не с выходом в выздоровление, а, к сожалению, с выходом, опять же, в инвалидность, либо в летальность. В отзывах интернет-магазинов появляется все больше положительных комментариев. Кому-то мухоморы помогают бороться с бессонницей и утренней сонливостью, а для кого-то становятся средством для погружения в психоделическое пространство. Точно так же напополам делится и общественное мнение. Что это, легальный наркотик или забытое средство народной медицины? Вопрос остается открытым. Артем Гусельников, Дмитрий Денисов. День с толком.